У Украины есть только один вариант успешного будущего интеграции с Европой. Так считает всемирно известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма. Взгляд в прошлое, прогноз на будущее нашей страны и анализ агрессивных действий в России. Далее в сюжете. Человек, ко мнению которого прислушиваются на всех континентах. Автор мирового бестселлера «Конец истории» и последний человек Фрэнсис Фукуяма в Киеве. Говорит, первый раз удивился силе и мудрости украинского народа во время оранжевой революции 2004 года. Тогда он понял, что у Украины может быть успешное будущее. Это был действительно сюрприз для меня. Ваша оранжевая революция стала первым проявлением гражданской силы и духа украинцев. Раньше я думал, что такое произойдет в России. Очень ошибся. После оранжевой революции новая власть не смогла трансформировать идеи Майдана в реальные реформы, считает Фукуяма. Как следствие, президентом стал Виктор Янукович. Это действительно чудо. То, что произошло в Украине потом. Революция достоинства. Когда миллионы украинцев, в большинстве молодежи, вышли на Майдан и заявили, что они не хотят будущего, которое им выбрало власть Януковича. С этого момента украинцы стали сами строить свое будущее. Главным тормозом интенсивного экономического роста страны Фрэнсис Фукуяма считает коррупцию. А единственным правильным вектором развития – евроинтеграцию. Почему у вас нет стремительного экономического роста? Все из-за коррупции. Люди, которые должны обеспечивать развитие страны, чаще всего волнуются за обогащение своего собственного кошелька. Победить коррупцию – ваша главная задача. Агрессию в России осуждает. Политолог объясняет, война в Грузии в 2008 году стала своеобразной репетицией Кремля перед аннексией Крыма и Донбасса. Следующей мишенью федерации может стать Европа. Механизм таков. Агрессор своими действиями поддерживает своих ставленников, но отрицает это на словах. Также начинаются информационные атаки, направленные на то, чтобы обезоружить противника, подорвав его доверие, например, к собственному правительству. Все это было предпринято в Грузии задолго до событий в Украине. И это не последний случай. Думаю, вскоре ситуация повторится в Западной Европе, Германии и Франции. В ближайшем будущем там пройдут стратегически важные выборы. Фрэнсис Фукуяма неоднократно заявлял, что хозяин Кремля Владимир Путин делает ровно то, что делал Гитлер. Объясняет, предлогом начала Второй мировой войны было желание фюрера защитить немецкоязычное население других стран. Он считал, что это дает ему право использовать агрессию против соседей. То же самое делает и Путин. Маргарита Стыцюк, Руслан Белозеров, ЮЭй ТВ.